Девчонки, всем привет! Не пугайтесь, я без косметики. Сегодня просто хочу снять видео о покупках. Хочу сегодня необычное немножко видео сделать. Видео будет про покупки, конечно, но плюс будет немножко такой first impressions, да. Какие впечатления у меня от данных покупок, что как наносится, что как работает. Я надеюсь, вам такое видео понравится. Ну и в целом такое видео располагает к тому, чтобы просто поболтать. Никаких таких показушных поз, видео, интонации. Потому что, знаете, что я заметила, что последнее время, когда я снимаю видео влоги, к примеру, да, я как-то чувствую себя там более-менее раскованно. Когда снимаю обычные видео, я не могу уже быть такой раскованной, как во влогах, потому что это видео, да, которое ты снимаешь, и оно должно быть вроде бы как нормальным, да, без всяких каких-то там тупостей, приколов, я не знаю, ещё там чего-то. Поэтому ты сидишь в такой позе, с такой вот дикторской интонацией и вещаешь. В общем, мне это в последнее время не очень нравится, но я не могу из себя это искоренить. Не знаю, почему. В общем, я борюсь над этим. Может быть, есть какие-то у кого-то советы, посоветуйте. Я, конечно, всё приму к сведению и обязательно попробую. Ну и пока мы с вами, в принципе, сидим и болтаем, и я ещё не наношу макияж, хочу показать вот такой вот бальзам, уход от марки Спивак, бальзам для губ. У меня это Кафе Нейр называется, Нойр, наверное, Кафе Нойр, правильно читать. В общем, хороший состав, натуральный состав, но мне сначала вот в магазине понравился запах, сейчас он меня как-то напрягает, если честно. Он как-то пахнет какао, но в перемешку с чем-то. Он такой вот в баночке обычной, его здесь очень-очень много. В общем, короче, я буду им до старости, наверное, пользоваться. В общем, увлажню губы, потому что они у меня уже высохли, пока я с вами тут болтаю. У меня здесь зеркало, и я буду просто туда иногда отвлекаться, потому что мне нужно видеть общую картину, как я что делаю. Бальзам неплохой, но знаете, что я заметила? Что он не очень жирный, мне это не очень нравится. Я не люблю такие бальзамы, которые вот нужно наносить в 10 слоев. Я привыкла к маслам Невея, и все вот, честно, вот, ну, меня отвернуло от всех бальзамов. Этот решила попробовать, тем более такая большая банка, я думаю, хватит его надолго, если что. Ну, честно, я не очень. Как-то вот по ощущениям, да, увлажняются губы, но чисто для того, чтобы потом следом нанести помаду, не, наверное, больше ничего. Я вот сейчас разговариваю, чувствую, как с внутренней части губ он быстро испаряется. Не то, что даже испаряется, короче, он подсыхает. Пересыхает. Когда я масло Невея наношу, у меня такого нет. У меня все губы такие жирненькие, увлажненные, и я просто балдею от этого эффекта. И губы у меня не пересыхают. У меня нет такого вообще с маслом от Невея. Вот с этим бальзамом, не знаю, мне не очень нравится, как он на губах. Это, конечно, обычное масло, я не спорю, но мне кажется, можно было бы сделать, может, его чуть-чуть пожирнее. Ну вот мне хочется его обновить, добавить. Так, добавили бальзам. Я не знаю, видно там, не видно. В общем, я сижу в одном белье нижнем и одела вот такой вот свитерок свой любимый зимний. У нас как бы сейчас еще не зима, не так уж прям холодно. У нас, кстати, потеплело. Если кто помнит, предыдущий влог мой, было очень холодно, я говорила. И дожди были у нас, и дети бегают у нас на лестничной площадке, орут. Короче, было у нас холодно, пока я снимала покупки всякие на природе там, и влоги некоторые снимала. Было очень холодно. Сейчас у нас как-то три дня лил дождь, потеплело, и, не знаю, как-то осень-осень прям во всей красе. Но, честно, уже на улице все такое лысое и некрасивое. Но все равно, честно, я довольна погодой. Меня она радует, что не сильные холода какие-то. Хотя, если бы пошел снег, я бы тоже как бы не расстроилась. Так, и, наверное, я сейчас приближу ракурс, чтобы было все видно. Так, ну, я слишком не приближала, чтобы не было, наверное, видно моих особо прыщей, высыпаний. В общем, да, по моему лицу, если вы видите, что у меня какие-то высыпания, значит, Полина обожралась сладкого. Видео не об этом. Следующее, что хочу вам показать, что я покупала. Так, сейчас возьму кисточки. А то я их так далеко поставила. Покажу вот такой вот тональный крем. Это новинка для меня. Я, кстати, на косметисте читала отзывы хорошие про этот тональный крем. Я вставлю вставочку, как он выглядит вблизи. Я читала, кстати, еще отзывы на iRecommend, по-моему, я читала. И еще где-то, по-моему, даже в видео у кого-то смотрела. Точно не помню. Ну, в общем, не суть. Крем тональный от Lumine, который называется Langwer Blur Foundation. У меня оттенок первый. И следующие покупки, которые я вам буду показывать, может быть, я их первыми даже покажу. Не знаю. В общем, как получится. Я уже покупала такой тональный крем, но брала я его в оттенке троечка. Этот у меня в единичке. Там есть от нуля до четверки, по-моему, или пятерки. Тройка я не помню, как именно называется, потому что здесь есть нумерация и... Sorry. В общем, как обычно, мне мешают разговаривать. Короче, объявились срочные дела. Быстро теперь собираюсь, снимаю. В общем, я думаю, получится все нормально. Просто хочется с вами поделиться своими впечатлениями, потому что, в принципе, покупки были радостные, все удачные. Но в целом я советую то, что сегодня буду показывать. Хочу просто показать, как это все работает на мне. Остановились мы вот на вот этом креме, да, тональном. Оттенки там, я уже говорила, от нуля до четверки, по-моему, или до пятерки. И тройку я брала. Я тройкой пользовалась в перемешку с CC кремом. Это, во-первых, он становится чуть легче, этот, да, тональный крем. Он и так вроде бы не тяжелый. Давайте я, наверное, буду наносить уже. Здесь, кстати, SPF 15. Это очень хорошо, я считаю. И тройка, как я уже говорила, я ее перемешивала с CC кремом. Получается тональный крем. Я тройку на лето приобретала. И мне казалось просто, что немножко плотновато все равно для лета эта тональная основа. И я ее наносила, у меня кожа была более-менее идеальна. Я ее наносила тонким слоем. И также еще в перемешку с CC кремом. Вообще чудесно получалось. Чудесное сочетание, чудесная вещь. Вот единичку, которую я сейчас наношу на себя. Я приобрела вот только недавно. В Ривгош приобретала. И мне получается, если два продукта приобретаешь от Lumine, то получается кисточка идет в подарок. Кисточка вот такая. Она выкручивается. У меня механизм какой-то сломанный. И она не выкручивается. Закрутить ее можно, но вот выкрутить, видите, я выкручиваю и она не выкручивается. Она чуть-чуть закрутилась и она не выкручивается. Вот я могу показать. Да, я закручиваю ее, но выкрутить не могу. Приходится ее вот так вот доставать. Это очень неудобно, поэтому она у меня все время дома стоит вот в таком вот открытом состоянии. Я просто думала, что будет удобно закручивать, выкручивать и носить ее с собой. Ну, в общем, механизм никудышний. Ну, халява есть халява. Что еще сказать? Так, ну и я уже замазала себе всякие недостатки, потому что тональная основа, она не на 100%, конечно же, перекрывает все вот эти вот недостатки. Тональная основа, она мне нравится. Вот ее приятно наносить. Она по текстуре, как я уже говорила, очень напоминает CC-крем вот этот от Lumine. Они очень хорошо между собой, когда я их смешиваю, очень хорошо между собой контактируются. Так, ну вот я еще нанесла консилер без съемки на видео, потому что консилер у меня старый еще от Ariflame. В общем, вот я с вами разговариваю, и бальзама уже нет, у меня начинает вот здесь вот все сохнуть. У меня до этого был тоже, забыла фирму, тоже был бальзам, но он был в стике таком, выкручивающемся, не такой вот натуральный. Я его под помаду наносила, вот так вот тоже его, когда наносишь сразу, такое ощущение, как будто ты ничего не нанес, и, соответственно, через время так же тоже сохнут быстро губы. Следующее, что хочу вам показать, это Art Deco, у меня есть подводка. Кстати, эти все покупки были практически под влиянием YouTube. Кроме одной, наверное, это вот эта вот, у меня есть еще одна подводка от GOSH. Я покупала их практически вместе, не знаю зачем, мне показалось, наверное, одной подводки мало. В общем, это две подводки фломастер. Честно, мне казалось, GOSH, наверное, если Art Deco мне не понравится, то GOSH 100% мне понравится, я буду ею пользоваться. Сейчас мы протестируем, узнаем. Я не знаю, будет видно вообще что-то на камеру или нет, и будет мне удобно наносить вообще сейчас это дело. В общем, еще бы их нарисовать одинаковыми. Ну вот обязательно нужно ездить, кататься, бренчать, бренчать. У меня все как обычно, я снимаю видео, а вокруг творится хаос. Ну вот честно, какая-то она суховатая. Не знаю, что... Сначала, да, начала рисовать хорошо. Тем более у меня теней никаких нет, я ничего не наносила. Но как-то она немножко суховата. Хотя отзывы на подводку Art Deco очень даже хорошие. Она темная довольно-таки. Второй глаз почему-то она вообще не рисует уже. В общем, второй глаз я нарисовала тоже, и отчет, да, я их нарисовала одинаково. Я попытаюсь встряхнуть, мне не хватает глубины цвета. Какая-то она... Ну вот теперь она потекла. Я ее встряхнула пару раз, и все, все стрелки мои нарушены. Получились двойные стрелки, у меня все вымазалось. Все как обычно. В общем, я немножко успокоилась. Сейчас буду продолжать рисовать. В виде фломастера, честно вам скажу, удобно рисовать стрелки. Для новичка я действительно советую именно вот в качестве такого фломастера покупать подводки. Соседи мне решили добить сегодня. Какие-то звуки издают странные. В общем, да, у меня сегодня день какой-то. И я еще хочу сходить обновить телефон свой. Ну, в плане купить новый, наверное, потому что бюджетный iPhone, конечно, никто не собирается покупать. Хоть я и блогер, но я не вижу в этом смысла покупать iPhone. Нет у меня желания. В общем, я что-то накуролесила. Она не очень удобная. И это не потому, что я там не умею красить стрелки. Я сразу нарисовала их нормально, поверьте мне. У меня все было идеально. Но вот когда я встряхнула тюбик, то она начала как-то мазать. Это подводка. Я на видео, наверное, выгляжу, как, не знаю, пятилетняя девочка, которая первый раз красится. Хотя я крашусь каждый день. Сам носик, он такой не сильно длинный. Знаете, вот у Гош получается вот какое различие, да? А кончик вообще прям такой острый-острый-острый. В общем, Гош я покажу, наверное, тогда вам попозже. Засниму его на видео, этот момент, как я буду краситься, и вставлю кусочек в это видео. Следующее, что хочу показать, это будет у меня палетка от Sleek. Бронзер, румяна и хайлайтер 3 в 1. Я хотела все по отдельности сначала приобрести, но потом передумала, как-то в дороге, да, очень вот такая палетка пригодится. Мне показалось просто такой вариант целесообразно приобрести. И я его, в принципе, и приобрела. Честно вам скажу, я уже эти продукты потестила. В принципе, по-моему, даже, да, заметно по потертостям. Я уже делала сводчи в Инстаграм, тоже выкладывала. Покажу просто, как эти продукты выглядят на моей коже. Наношу сейчас бронзер. Я не буду сегодня ничего такого делать. Вставлю тоже кусочек. В следующий раз сниму его и вставлю в это видео, потому что сегодня я не хочу никаких румян. Но румяна здесь шикарные. В Sleek я просто о них наслышана была и нисколечки, вот честно, не пожалела, что их приобрела. Да и что вообще приобрела эту палетку, я ни разу, честно, вот ни разу не пожалела. Я просто в восторге от нее. Надеюсь, что она у меня не разобьется, как румяна от Catrice, которую я тоже показала в видео. И сняла на них First Impressions, и хвалила их. И в то же время, наверное, кто-то их сглазил, или я сама сглазила. Я не знаю, на камеру сейчас, мне кажется, видно, что очень ярко, да, но в жизни не так ярко. Очень хороший бронзер. Он мелкодисперсный, что ли, я не знаю, как сказать. Он мелкого помола, очень мелкого. Получается, когда я его набираю, вот, допустим, вот этой вот синтетической кистью от Lumine, хорошо набирается продукт и хорошо отдается так же. Я его наносила, кстати, и кистью, которая натуральная. Натуральной, конечно, не очень он наносится. Он хорошо наносится все, но как-то вот синтетической мне нравится пользоваться больше. Еще хочу сконтурировать немножко носик. Ну, блогер. Как бы, почему бы даже и не сделать, да. Так, еще из этой палетки я сейчас, как я уже говорила, румяна я сниму отдельно и нанесу их отдельно. Покажу, как они наносятся. И вставлю просто кусочек тоже сюда. Так, ну а сейчас я нанесу хайлайтер. Ну, хайлайтер, он такой идет, мне кажется, больше на лето он подходит. Он больше такого телесного, что ли, оттенка. Немножко с розовинкой, конечно. И когда, знаете, вот я его наношу сейчас, кажется, что я ничего не нанесла. Кажется, что куда-то он исчезает, либо слишком растирается, но нет. Свечение видно, вот я в зеркало даже вижу, вот переливы видны. Прикольно. Он такой тоже мелкого-мелкого помола. Я сухие хайлайтеры вообще не очень, но вот этот я хотела попробовать, потому что многие хвалят его. Как я уже говорила, покупки у меня под влиянием YouTube практически. Мне очень хотелось попробовать. Я надеюсь, видно там какие-то переливы. Так, на верхнюю губу. Ложится он хорошо. У меня просто есть сухой от Moa хайлайтер. Я вам говорила, что когда я его наношу, то на лице заметно его именно, как будто, знаете, такое ощущение, как будто тенями вы намазали. Так, ну и мне уже нужно бежать. В общем, я подзадержалась, заговорилась немного. Последнее, это два продукта для губ. Я не знаю, какой из них нанести первый, какой второй. Наверное, нанесу первый вот этот вот тинт у меня от Divash. Я его тоже увидела у блогеров. Которым на обзор присылали. Вот. И мало того, что он дешевый. Я когда пришла в магазин и увидела, что он там около 200 рублей стоит. Я была просто в шоке. В соотношении, да, сколько стоит Тони Молли, там Каолин, я вообще молчу, да. Другие тинты, они очень дорогие. Вот этого здесь, сейчас скажу вам, сколько? Сколько миллилитров? 5 миллилитров. И мне кажется, его дофигища, его хватит, ну вот просто, наверное, до пенсии, мне кажется. Я его вообще приобретала на лето. Я фотографии выложу обязательно в Инстаграм. Как смотрится он на губах, так что можете вблизи посмотреть, если на видео ничего не увидите. Так, сейчас я нанесу его. Здесь такой вот спонжик. Мне кажется, мне страшно немножко его наносить. Мне кажется, он сейчас прям сразу выпитается и все. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ядреный цвет. Я взяла, кстати, самый темный. Вот так вот он выглядит, когда я его только наношу. Если вы не хотите такого ядреного эффекта, то можно его промокнуть. Я не взяла ничего с собой, но, короче, как обычно. Его можно растушевать. У меня даже что-то скатывается. Я не знаю, что, наверное, бальзам, который у меня был на губах. На вкус как мыло, честно. Не очень я люблю такой вкус. Но в целом, мне кажется, неплохо смотрится. При том, что это самый яркий оттенок. Там есть еще светлее. Губы не сушат. Я не чувствую, что у меня губы сейчас высыхают. Я очень даже вам советую обратить на него внимание. Еще одно средство для губ. Это у меня буржуа. Вельветовая вот эта помада. Я ее очень давно хотела. Не поверите. Очень давно хотела, да. И вот приобрела по скидке, кстати, какой-то. Тоже в Ревгош я, по-моему, покупала. Да, у меня ихняя карточка есть. Поэтому я, короче, к ним хожу все время. Тон 07, если я не сказала. Вот этот вот нюд ист, который называется. И это розовый оттенок. В упаковке, кстати, он такой припыленный. Сейчас посмотрим, какой он есть на самом деле. Вот тоже спонж, которым наносить. Ой, она такая, знаете, как будто мусс наносите на губы. Легкая текстура. Наполовину кремовая такая. Очень приятная, мягенькая. Пойду смотреть себе телефон сейчас. Это как бы подарок на день рождения мое, которое будет 27 ноября. Почему я выбираю телефон? Потому что мой, у меня вот этот вот Lenovo. Сейчас я его вытру немножко экрана, то замацаны. Вот у меня такой Lenovo. Он, в принципе, нормальный. Он у меня прям навьё-навьё. Ему год. Ну, чуть больше года. Нет, год ему. Правильно. Мне на прошлый день рождения его дарил молодой человек. Короче, он стал глючить. Здесь стоит Android, получается. Куча рекламы опять пришла. В общем, здесь стоит Android, и версия, по ходу, этого Android уже не обновляется, потому что её уже не существует, этой версии. Я так понимаю. Потому что у меня он полетел недавно. Мы перепрошивали его. А когда телефон перепрошивают, это значит, что ставят дополнительный, якобы, Android, да, якобы дополнительное обновление, которого уже не существует, но его сделали таким вот корявым немножко, но его сделали. Сделали не именно разработчики самого Android, а сделали, ну, обычные люди, которые шарят в этом, да. Ещё один слой нанесу, потому что, мне кажется, маловато немножко. Ну, вот цвет такой вот яркий, если вам видно, да. Так вот, я два раза уже ставила на него прошивку, пересмотрела кучу телефонов, именно в определённой ценовой категории, и выбрала Microsoft, хочу посмотреть, выгоднее через интернет заказывать, либо попытаться в связной, я не знаю, куда-нибудь там сходить по магазинам, посмотреть. Во-первых, потестировать его хотя бы, потестить, да. Так я, в принципе, обзор уже посмотрела на YouTube. В общем, видео-то сегодня вообще не об этом. Вот пока я с вами разговаривала, да, и у меня помада вот усаживалась, так сказать, у меня, я чувствую, при разговоре вот здесь вот всё скаталось. Излишки, именно что лишнее я нанесла, у меня отслоилось внутри губ и скаталось. Я подтираю немножко. Ну, наверное, я так и пойду на улицу, ничего не буду менять, ничего не буду добавлять. Мне этого макияжа вполне хватит. Вообще, как заявлено, это матовая помада, но мне кажется, она больше не матовая, а, наверное, вельветовая такая. Хотя выглядит она матовая, да. У меня одни стрелки, получается, ни теней, ничего. Бронзер, как вот он выглядит на ваше усмотрение. И губки яркие. Подведу итоги. Что я могу посоветовать вот именно из первых таких впечатлений? Это однозначно, ну, не прям вот первое впечатление, да, потому что я третий оттенок уже пробовала такого тонального крема. Могу посоветовать именно вот этот тональный крем за его лёгкость. И что ещё меня удивило, я заметила, но не сказала вам, то, что он хорошо усаживается вот в этой области носогубных там складок, всего этого. У меня обычно даже сиси-крем от Luminé, насколько он пластичный, да, он у меня не прям вот хорошо ложится. Поры видны всё равно, как-то он вокруг пор ложится, в пору он вот именно не заходит, он не замазывает прямо досконально. Тональный крем советую, тинт обязательно советую, потом советую вот эту помаду, ну, это вы и без меня знаете, конечно. И советую вот эту вот палетку от Sleek, которая, мне она очень понравилась. Вот, по крайней мере, то, что я пробовала, это бронзер и хайлайтер, я их очень-очень даже могу советовать. Всё остальное, что я вам показывала, я не очень советую, потому что пока ещё сама не очень поняла. Надеюсь, вам видео понравилось, надеюсь, вы получили какое-то тоже некое удовольствие, либо желание приобрести что-то новое. И побегу уже по делам, надеюсь, вас тоже ни от чего такого не оторвало. Спасибо за внимание, всех целую, обнимаю и до новых встреч, пока-пока!